Так, сейчас мы откроем дверку. У риэлторов есть специальный ключ, чтобы открыть вот такой вот замок, где находится ключ. То есть без риэлторов в этот дом не попасть, в принципе. Это не кодовый замок. Да, это вот такой аппликейшн. Я набираю свой пароль. Вот так вот это всё. Так вот он открывается. Это что-то новое, я в первый раз такое вижу, честно говоря. Дверь открывала раньше до тебя. А как долго? Это что-то новое, да? Опа. Нет, это сколько я работаю. Надя волшебница, я никогда такого не видела. Да, вот теперь можно попасть в доме. Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведёт Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я риэлтор в Орландо и пригородах. И сегодня мы в третий раз уже находимся в пригороде Орландо, город, который называется Авидо. Наша уже на сегодняшний день третья остановка. Дом очень интересный. Сегодня мы сейчас зашли, очень интересная планировка. Не знаю даже, что сказать. Давайте я быстро прибегусь по цифрам. Значит, дом выставлен за 579 900, 5 спален, 4,5 ванных. Достаточно большой дом, 3826 квадратных фит, что из себя представляет 355 квадратных метров. Эй, что есть, здесь есть, но он всего 225 долларов в год, 18 долларов в месяц. В общем, 5 699 налог в год. В общем, написано, что это был кастом-билд хом, то есть по специальному проекту построен дом. Я думаю, что да. Вот почему так вычурно. Вот почему он так интересно внутри выглядит. Значит, дом был свежевыкрашен, новый ковер. Еще в этом доме, говорят, я его еще пока не видела, лоу-комната, это над гаражом, скорее всего, вот это вот будет. Это для гостей, гостевая комната со своим отдельным входом. Давайте мы его найдем, давайте пройдем в дом. Гараж на две машины. Такой он квадратненький снаружи. Снаружи очень красивый он, да, прям. Дом 2008 года, я не знаю, сказала или нет, но повториться можно. Красивые двери. Вот на этом все, наверное. Как будто бы кованая там. Можно уходить. Да, в общем-то и все. Ну так вот, смотрите, что как бы из минусов техники нет, как вы видите. Да, забрали всю технику, к сожалению. Жадины забрали. Да, говядины. Я такое вижу только в домах, которые отбирают банк за неуплату по кредиту, но это не банк. Нет. Хозяева так решили все свое забрать, все, что можно. Все свое ношу с собой. Ну, здесь нужен ремонт. Из плюсов, что мы можем сказать, например. Из плюсов, мне лесенка нравится, я таких еще не видела, например. Вот эта вот лесенка мы, да, первое такое у нас был шок, когда мы увидели. Сейчас мы вам покажем, вот так вот выглядит лесенка. Пьяным точно не ходить, как я люблю говорить. То есть, ну это... Не знаю, кто из нас будет туда поехать. Да, детям будет интересно, конечно, по таким бегать. Ты знаешь, вот потолок низкий, да? Низковатенький. Прямо давит. Да. Если даже в том маленьком, как я сказала, сегодня это уже третий дом, который мы показываем. Даже они будут в разных видео, Юля будет разные даты выставлять. Но даже вот какой-то вот маленькие дома бывают, но у них хорошим высоким потолком. Потолок нормальный, да. Сама дизайн крыши, он как бы делает потолок высоким. Из плюсов большая раковина двойная, гранит. Гранит. Кстати, сами кабинеты. Кабинеты тоже. Очень симпатичные. Мне кажется, они даже как новые. Это дерево. Дерево хорошее. Да, да, да. Нормальный. То есть кабинеты нормальные. Ими не пользовались еще. Мне кажется, кухню поставили. Вот это вот очень странно. Что еще? Ну, свет такой в тему. Тоже смотри. В тему лестницы, да? Под лестницу подобрали свет такой. А, да, да. В стиле замка. А что вот это такое? Как ты думаешь? Такая маленькая раковина. Это что-то вроде винного отделения. Да. Очень удивительное что-то. Ну, это такое винное отделение пусть будет. Развлечения гостей здесь. Да. Смотри. Здесь можно лют набирать. Я, честно говоря, не знаю. Но здесь как-то немножко не в тему. Я понимаю, когда есть... Но это был собственный дизайн-проект. Я понимаю, когда это есть в каком-то другом помещении, например, в бонусных комнатах. Понятно, что это для развлечения гостей, для энтертеймент. Но здесь оно имеет функцию, я не совсем понимаю. Ну, то есть это хозяева, когда строили дом, решили поставить, например, это сюда. Барный уголок. Да. Пусть будет барный уголок. Это не кирпичная стена, конечно, но из кирпичика сделано. И вот сюда должен вешаться телевизор. А мы дальше идем. Проходи дальше. Так, что у нас здесь? Гараж, да? У нас, наверное, будет много сюрпризов. Кстати, ты прошла Нарнию. Нарнию. Как это ты прилетела? Нарнию прилетела, извините. Так, вот она, Нарния. Ку-ку. Ничего себе, какая глубокая. Сюда можно спрятать все, что угодно. Очень хорошая Нарния. Что я там нашла? Давай, давай, покажи. Так, в общем, гараж. Хороший. Гараж очень большой. На две машины. Да, на две машины, но здесь еще, смотри, сколько места. Да, еще дополнительного. Да, как сторич. А что здесь у нас? Посмотри, что я здесь нашла. Пока не знаю. Мы сами еще не все видели. Вау, вау. Вот это да. Ничего себе. Это кухня еще одна. Это как раз таки и есть, наверное, гостевая. Домик, гостевой домик у них. Интересно, интересно. Причем его можно сдать, потому что есть отдельный вход. То есть можно совершенно закрыть часть дома. То есть арендатор может заходить с боковой двери. То есть совершенно отдельный уник такой. И вам оплачивать, господи, какую-то часть дома. Ух ты. Это спальня. А что сюда можно поставить? Так вот. Места, конечно, немного. А что здесь еще? Ага. А здесь что? Ты знаешь? Это для стиралки сушилки. Да, это комната для стиралки сушилки. Здесь у нас туалет, душевая. Также есть, посмотрите, душевая тоже есть. Я очень надеюсь, что это не спальня. Пошли сказать спальню. Не, ну да. Слушай, а здесь вот давай еще сюда выйдем. Что такое? Выход к бассейну. К бассейну? Который мы еще не видели. Так, выход к бассейну. Хорошо. Это будет позже. Проходим дальше. Закрою дверь, то я сейчас спальню. Может быть, она на втором этаже. Это бонусная комната. А ну-ка, здесь что у нас? А, здесь такая комнатка для кондиционеров. Так, все понятно. Ты знаешь, мне кажется, что это и все. Да? Скорее всего... Ну, значит, вот, смотри. Скорее всего, здесь это как студия идет. Да, да, да. Здесь, то есть, можно поставить кровать и, в общем-то, это все. Ну, почему? Для одного человека нормально. Лучше так, да, чем никак. Не, знаешь, какой здесь минус. Мне нравятся такие дополнительные юниты. Да, здесь минус один. Здесь нет окон. Окон нет. И как бы из-за этого немножечко так темноватенько. Но кому-то они не нужны, например. Бывает же такое. А я подумала, здесь бонусная комната на втором этаже. Я тоже думала, что над гаражом. Мы сейчас пройдем на второй этаж и посмотрим. Такое ощущение вот у меня, что здесь русские жили. Я не знаю почему, но у меня есть такое ощущение. Это потому что они бытовую технику забрали? Нет. Нет. Потому что какой-то дизайн странный. Давайте выйдем на какой-то вот такой необычный. Хотя, ты знаешь, мы еще вот ту комнату пропустили. Что-то хочешь первым снять. Да, давайте. Так как здесь реально дом-квест, мы даже не знаем, с чего начать. Поэтому вот давайте все-таки выйдем на патио. Посмотрим бассейн. Вот и бассейн здесь тоже необычный. Да? Он не вкопанный, а мы еще такого не видели. Полу-вкопанный бассейн. Ну, плюс в том, что он есть. Это, знаете ли, тоже дорогого стоит. Хорошая водичка. А за забором-то там красота. Я хочу посмотреть, что там за забором. Мне просто жалко не посмотреть на такой вид. Красота. Какое-то озерцо тоже. Да, озерцо, поля. Слушай, как будто ферма. Да? Так, смотри, огорожено-то там, как ферма. Там для лошадей, видишь, огорожено. Точно, точно. Посмотрите вдалеке. Сейчас покажу. Видите? Ну, и здесь тоже у соседей, да. Это уже большие акры земли, скорее всего, частные дома. О, здесь, смотри, два выхода на балкон на втором этаже. Если что. Тут тоже, конечно, есть над чем работать. Над территорией. Над забором. Да, над забором, опять же. Что там? А, все, да? Еще дворик. В общем-то, здесь вот все заканчивается. Я не знаю, сказал или нет, 0,26 акра. Немало. Ну, да. Здесь и для обеденной зоны есть большое место, да. Много очень. Это папайя или... Да, это какой-то фрукт или манго. Или манго. Слушай, похоже на манго, посмотрите. Манго, да, наверное. Вот так растет манго. Огромное, огромное манговое дерево. Боже мой. Вот так вот встал с утра и скушил манго в соседей. Он еще одно дерево. А, это одно тоже, это ветра. Соседское всегда вкуснее. А тут вот, смотри, фонарики висят. Как же фонарики-то не забрали. Непорядок. Так, ну хорошо. Давайте пройдем. Вот еще мы не смотрели. Вот комнатка такая интересная. Слушай, ну, вот я тебе говорю, это как-то необычно, да. Вот здесь вот она с дверьми, вот такая комнатка. Делай в ней что хочешь здесь, да. Просто, например, детская. Я не знаю что, да. Или что, или маль... Я бы сказала, что это мастер-бедрум дополнительный. Ну, нет, ни в коем случае, что здесь нет ванны с туалетом. Ни ванны, ни туалета, да. Здесь нет гардеробной. Что это такое может быть? Скажи, как эксперт эксперту. Я бы... Еще такие двери широкие, посмотрите. Да. Ну, скорее всего, да. Возможно, они использовали, как еще одна гостиная, ТВ-комната для детей. Офис. Ну, для офиса эта комната достаточно большая. Очень большая. Мы сидели в этой комнате, если поставить... Тренажерка. Тренажерка, да. Если в этой комнате поставить шкаф, его можно сделать... Как гардероб. Да, как гардероб. Не шкаф, а гардеробную сделать. Она может считаться... Какой-то спальней. Единственное, что знаешь, возможно, нет. Потому что туалет. Да, туалет-то далеко получается. Но он есть. А он не пол... Это не полная ванная, да. Так, мы половинку не показали. Ой, слушай, я уже не знаю, что рассказать про этот дом. Да, ну вот смотрите. Достаточно много сюрпризов. Да, вот мы ходим и удивляемся. Вот половинка здесь есть. Гостевая. Хорошо, значит, это уже какой-то плюс. Слушай, смотри, а вот здесь это нормальная лестница. Да, может быть, это выход к гостевому домику, а то... Выход людям, хозяевам. Хозяевам, а это гостям. Ну давай пойдем. Почему у гостей лучше лестница, чем у хозяев? Потому что здесь любят гостей. Так, здесь мы сейчас включим свет. Мы боялись сюда заходить. Ну последнего. Ну, смотри, здесь... Ох, какие полы здесь. Вот это дерево. Так неожиданно, слушай, большая. С деревом. С высоким потолком. Угу. С древяными полами. Ты знаешь, здесь потолок выше, чем внизу. Можно здесь жить. Ух ты! А здесь что? Еще одна такая бонусная комната. То есть вот гостевой. Вот это очень приятный сюрприз. Угу. Это гостевой или мастер? Нет, это мастер, скорее всего. А, вот там выход на балкон. Выйти не можем. А, кстати, смотри, какие интересные здесь... Жалюзи, да. Жалюзи, они встроенные в дверь. Угу. Только они не работают. А, нет, работают. Так вот, нужно их открыть. Вот. И открыть. Ишь ты чё! Вот. Они прямо в стекло встроены. Угу. Да, такого я тоже не видела. Внутрь стекла, да? Угу. Ага. Прикольно. Это что-то интересное, новое для меня. В каждом доме есть что-то такое, чего мы еще раньше не видели. Что здесь? Ванная. Ванная? Хозяйская. Ага, все, поняли. Единственная... А, нет, не единственная. Вот, смотрите, одна раковина. А вон там есть и вторая. И даже два туалета, представляете? Даже и два туалета. Это вообще... Можно жить. По утрам драки не будет. Да, вот, посмотрите. Так, что? Нет, не то включаю. Так, вот здесь у нас душевая. Как это вот называется? Кейф. В виде пещеры, хода в пещеру. Юля, ты... Придумывай сама, да? Как придумаешь? Вечно что-нибудь. А, гардеробная хорошая. Гардеробная хорошая. Большая. Знаешь, второй этаж мне больше нравится. Мне тоже? Первый. Почему его не сделали первым? Да, реально, здесь уже нормально. Это джакузи хорошее, посмотри. С форсунками. Все как положено. Так, вот для телевизора даже есть разъем. Так, хорошо, ладно, второй этаж. О, так вот как можно пройти, посмотри. Вот, оказывается, как. Та лестница. Та лестница для детей. По ней можно спуститься. Не бегали. Так, вот гостевая спальня или детская. Здесь у нас гардеробная, ну такая нормальная. Свет не работает. Слушай, ну мы вот как бы смеемся так немножко, но ты знаешь, дом очень большой. Да. Он почти 4000 квадратных фит. Понимаешь, да? Естественно, как бы цена... Поэтому дорогая. Да, цена как бы такая высокая. Понятно, понятно. Так, здесь у нас что? Полочки. Дальше что у нас? Не везде здесь есть свет, вот здесь есть. Так, еще один туалет. Свет не включили, я боялась подниматься по той лестнице. Так, ванная здесь также есть. Хорошо. Что еще есть? Какая-то еще комнатка. Это постирочная. Постирочная, да, точно. То есть там внизу это было для арендатора? Сушил по стиралкам. Сушил по стиралкам. Невочно, точно, точно. Естественно, не сушилки, не стиралки нет. Ну да, техники нет, к сожалению. Так, вот еще одна спальня. И тоже гардеробная. Гардеробная, кстати, такие хорошие здесь, немаленькие. Смотри, как там вход такой нормальный. Так, дальше идем. Ага, так это такая бонусная комната, да? А, вот она где, эта лестница. Да, да. Которую мы боялись. Ну точно для детей. Не, ну вообще, ну что? Не, вообще даже, может быть, это и удобно. Но все равно страшно. Она такая достаточно крутая, что сказать. О, вот здесь мы выйдем на балкон, посмотрим красоту. Тоже сюда можно лежаки поставить, загорать опять же таким. Тут уже такой вид хороший. Все в деревьях. На свой бассейн вид. На соседей немножко. Вычурный, вычурный дом. Ничего не скажешь. И такая, да, хорошая бонусная комната, правильно? Угу. Такая крючая. Потолки везде высокие. И здесь уже нормальные потолки. На втором этаже это здорово. Да. На втором этаже больше, чем на первом. Ну что, все мы показали вроде. Да, а это еще выход на крышу. На этик. Ну что, друзья, мы посмотрели такой интересный дом достаточно. Не знаю, что вы думаете. Оставляйте свои комментарии. Да, нам тоже интересно. Так, напомню, цифры по дому. 579,900 цена дома. Построен в 2008 году. 5 спален, 4,5 ванных. 3 826 квадратных фит. Налог 5699. И, исходя из всего этого, я рассчитала приблизительно, опять-таки, кредит. Если брать ипотеку, первоначальный износ 20% и приблизительная ставка 3,25. Естественно, это от каждого случая будет, это будет плюс или минус. То ваш кредит в месяц будет 2000 долларов, плюс 200 долларов в месяц страховка. Это я приблизительно взяла. И 475 долларов в месяц налог. Это все составляет вместе 2700 в месяц. И аренда этого дома, опять-таки, как я говорила, 1 доллар за квадратный фото. Здесь 3 800. Но я не думаю, что этот дом сдастся за 3 800, поэтому я бы сказала где-то 3 300, скорее всего. 3 200. Потому что он не в таком состоянии, чтобы платить такие большие цены. Дом большой, кстати, его можно сдать двум тенантам. Можно сдать за 3 200, например, главный дом. И также сдать тот маленький юнит для одинокого какого-нибудь парня, которому не нужно готовить. И, не знаю, там спать в уголке. Это будет самый тот. Долларов за 600. Потому что, действительно, школы здесь хорошие. Дома сдаются очень быстро. Я обратила внимание не только на продажу, но и на аренду домов. Все улетает первые пару дней, как выходит на рынок. Ну вот, опять, не знаю, что вы скажете по поводу этого дома. На этой ноте мы с вами прощаемся. Спасибо, Юля, тебе огромное за предоставленную возможность мне показать и нашим читателям посмотреть. С вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok